заварила чай буду сейчас я проваривать скумбрию в чае так мне нравится этот способ меня вот женя это научила этому и я уже прям вот втянулась в этот процесс скумбрия получается очень вкусная сочная ароматная вот так так что скумбрию отправляем на газ но я хочу еще себе на десерт если не посудка которую нужно помыть сейчас вот отправляю яблочки в духовку вот запекаю мне эти яблочки с генджи подогрели водитель который меня возил я у него четыре ребенка представляете я его детям купила шоколадки вот чтобы он им дал он нет два яблока еще у меня есть вот такие вот маленькие они мне уже давно лежали но я сначала эти отправлю их уберу в контейнер а потом уже вот эти яблочки тоже запеку люблю люблю печеные яблочки в духовке правда я их так люблю когда они еще знаете сверху медом орешками ну я их там по простому у нас еще ветер ну не сильный пока но ветер духовку мне нужно уже приводить в порядок она уже прям напрашивается чтобы я с ней что-то сделал увидите она там ну что яблочки пусть отдыхают цветы цветы балдеют кольфуют все хорошо все прекрасно соседи не забывают мусор сбрасывать мне этот который с четвертого этажа мастер-ломастер елки зеленые вот как всегда по нашей улице ездят машины все нормально все течет своим чередом идет все движется видите все живет солнце светит сосны не забывают шишки мне сбрасывать молодцы иголки тоже но ветер набирает силу я чувствую птицы поют а птицам все нипочем любителям любителям рыбы посвящается она получается такая сочная такая вкусная скумбрия это сама по себе очень вкусная понимаете но готовить ее конечно еще то удовольствие в том плане что ароматы будут сногсшибающие и в твоем доме и в блоке это хорошо пусть соседи стороной обходят может не будут мусор сбрасывать одно дело когда ты готовишь скумбрию в духовке она конечно тоже на вкус да достаточно вкусная вот ну и и запаха полно а другое дело вот так вот вообще никакого неприятного аромата нету когда в чай варишь скумбрию и что хочу сказать мне даже на вкус такая вареная в чай скумбрия нравится больше чем запеченная в духовке посмотрите какая очень вкусная кадры на обложку пара видите как поднимается ароматы мне приятного аппетита всем кто за столом тоже приятного аппетита просто моя и мой десерт он все еще в духовке я нарезала этот раз яблоки на четыре части разделила я не очень долго там бегутся ну ладно пусть пока стоят но я пока поем десерт и потом пошли пошли кушать пошли вот я правда чуток увлеклась рыбкой передержала яблочки но они такие мягкие мягкие ровно как я люблю вот сейчас тоже позвонила дочь говорит что она тут рядом как раз идет правда на скумбрию она не успела потому что я скумбрию убабахала все просто вот конкретно а чай она еще с яблочками вообще самое оно у меня у меня всегда есть припасы вот это кстати я оставила пастилу хочу поделить между камой и элочкой вот я половиночку каме отдам половиночку элочке ну может быть кама сейчас захочет чай попить вот и элочку хочу потом может доеду до кусаров угостить ну а так в принципе у меня по такому случаю к чаю есть еще и вот это вот так что с дочей мы посидим вот за чаем хорошо как не я люблю я не люблю когда яблоки остаются твердые я люблю когда они прям мягкие мягкие да 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 вот это смотрите как красиво понятие кто какой национальности не было так у нас запеченные яблочки у нас вот это печеньки амбарсиана но моя дочь я просто взяла и отказалась одни я торжественно поддерживаю твою диету я вскрыла кама смотри у нас маринины чашечки и чай иван чай заварила мы сейчас будем чаевничать вот нам есть о чем поболтать какие яблочки камуль только посмотри тебя же не смущает что одно такое вот подгоревший она не подгоревший ты почему такая противная твоя мать очень хорошая никакая вот одна только смотрите долька вот одна все остальные посмотрите какие красивые меня на меня собственный ребенок наговаривает зараза наверно заварился да я так думаю мне кажется что он уже смотри да постоит ну ладно хорошо давай пять минут а мы поболтаем ничего в плане запеченных яблок но это видишь как хорошо моя вилочка и камила господи вилочка уком я тебя умоляю берешь это ручками пальчиком все в чем проблемы и получаешь что вон ты как раз не закрыла дверь в ванной видишь руки пошла помыла оставила открытой какие проблемы заворачиваешь и все туда вилочка а мы так мы по-про-простому хочу поехать в брау дочь говорит езжай на электричке но мы сейчас с ней с чаем попили она воде езжай на электричке его ладно поеду на электричке мы с ней вместе вышли из дома и пошли к портному она отдала там сумка у нее кое-что там надо было сделать она сумку чинит а я а я штаны новые отдала на переделку надо подрезать наверх в лифте вниз пешком но это увы не мой поезд увы не моя электричка мне в обратную сторону ехать мне всего 4 минуты хорошо маркет приходить сытой на сытый желудок иду и думаю а мне точно нужно было в маркет мне становится за себя стыдно скажите почему я так хочу избавиться от этой привычки делать закупки там я не знаю на две недели на три недели вот правда тогда когда у меня под боком но в семи минутах ходьбы спокойным шагом от дома есть браво куда ты можешь спокойно дойти взять те же самые продукты но взять в том количестве в котором это не тебе сейчас нужны на сегодня ну ладно на завтра но хорошо на три дня ну вот ну чё же я делаю а чё же я делаю села на электричку такая деловая поехала на кероглу там в браво ходила гуляла себя показывала на людей смотрел вот это нормально вот скажите пожалуйста нет все вот все я сейчас себе так вот табу просто табу что-то надо иди в ближайший магазин хватит уже вот это вот хватит поддержите меня лайком пожалуйста и напишите хватит все вот так вот поехали давайте разберем что у меня тут за раздрать такой взяла стейк семги но этот стейк семги я хочу поделить пополам половинку возможно запеку в духовке а половинку точно использую на приготовление супа рыбного очень вкусный я именно в этих целях взяла вот этот вот для этих целей взяла вот этот плавленый сыр от свали искал менее объемный формат но было только такое причем среди всех представленных как их фирм был только такой ну ладно ничего страшного хорошо так десяток яиц вот это у нас новая фирма появилась из лик вот здесь взяла вроде по сроку ничего взяла два творога саушкин один пять процентов другой 9 процентов смешаю хочу сырники давно не делала сырники хочу сделать и заморозить заготовить так ну сыр я показала от свали очень вкусный сыр он и в супе расходится очень хорошо и сам по себе очень вкусный впервые взяла греческий йогурт не поверите никогда не брала миллион раз слышала про него но никогда еще не пробовала этот греческий йогурт я что-то мне подсказывает что это тот же самый что и наш котык наверное наверное я так думаю взяла свой любимый сыр бри с голубой плесенью так дальше у меня какая-то была страшная напасть на вот эти вот йогурты с чего вдруг мне захотелось купить все эти йогурты я не знаю но вот этот вот я взяла потому что он очень вкусный мне нравится леон черника и пять злаков я вам уже говорила не раз а тут я где-то слышала хвалили вот этот донисиман хвалили его по моему шоколадный а у меня тут у меня тут творожный со вкусом пломбира вот но это на мои вот эти вот утренние перекусы и еще взяла два вот таких чудо-чудо творожка чудо в общем творожок два слоя и черника черника очень мне нравится была черника вроде бы как чуть поменьше была по цене но такая меленькая и вообще не взрачный мне не понравилось я не взяла ну голубиком ее называем вот скажите пожалуйста есть разница черника или голубика или это одно и то же я не понимаю вот нарисована же голубика а написано черника ну как я не знаю честно говоря у нас такая ягода вроде как не произрастает насколько я знаю может быть у нас уже научились выращивать вообще у нас народ такой что мы знаете и гуманоиды возрастить можем запросто запросто нам стоит только захотеть кукурузу маленькую баночку взяла сладкую взяла от бундиель белую фасоль хочу тоже на супчик мне жаль что вот и такую фасоль не выпускать в таком формате вот красная фасоль есть в маленьком формате а вот белой фасоли нету по какой причине не знаю для супа одного это будет мне наверное много но потом подумаю как можно будет спасти а может можно быть даже заморозить а я попробую посмотрим так маслины без косточки взяла от иберика потом взяла вот эту рисовую муку ну во первых у меня мука закончилась вообще я собираюсь сделать сырники но у меня на две такие пачки полторы и столовые ложки точно уйдет вот взяла именно рисовую насколько я поняла в последнее время многие отдают предпочтение именно рисовой муке но я попробую я никогда не готовила честно говоря на рисовой муке никогда не пекла ни оладушки не вообще не выпечку ни в какую не пускала но посмотрим но и еще плюс к тому же так как иногда бывает такое что к тебе могут нагрянуть а тебе нужно что-то быстро испечь что-нибудь такое попроще у тебя муки оказывается вообще даже нет не то что муки нету у меня даже уже и сахара сахара нету абсолютно я честно говоря кинулась сегодня испечь кекс у меня потому что есть там один стакан йогурта хотел из него испечь а сахара нету ну вот взяла еще и сахар такой у нас это азарь шакер гречка которая у меня уже закончилась а мы с дидей без гречки не можем точнее диди вообще никак без нее не может взяла такую я не знаю я брала такую гречку не брала это у нас сейчас больше панюшевские крупы да я правильно прочитала больше я вот что вижу через камеру то я и читаю панюшевский наверное это не прочитала ну вот такую гречку взяла потом взяла для выпечки потому что я уже если жарю ту жареную топленым маслом кстати вот топленое масло можно было тоже взять но ничего у меня рядом есть брал финал это подсолнечное масло но в кексы вот а еще первый раз дела глаз упал на вот это вот молоко миндальное вот меня подкупила что тут написано бариста еще к тому же и тут написано что без глютена без сейчас я скажу вот смотрите состав вот состав так может содержать следы орехов кроме арахиса не содержит молоко глютен и не содержит лактозу вот ну вот хочу попробовать с ассо но это не дешевое удовольствие слушайте это 12 12 сейчас я скажу 12 35 или 12 8 чем-то что-то такое вот больше 12 монат не знаю сколько здесь у нас один литр да да один литр ну вот ладно попробую выпить кофе с таким молоком посмотрим дальше у меня идет до места с друг мы во всем слушайте я знаете что узнала про до места с я чуть не упала сегодня я не знаю насколько это правда я в тик токе увидела чтобы якобы ваши цветы долго стояли в вазе нужно воду добавить капельку 2 до места со как вам такая новость вы слышали когда-нибудь такое не знаю не знаю салфетки сэльпы взяла столовые так сэльпок для носа салфетки сухие влажные салфетки дитол взяла тоже постоянно у меня это расходник и заменить зубную щетку взяла сплат вот всегда беру именно такую ну а теперь овощи фрукты огурчики накопала удалось хорошие такие вот это патрон потом по сусекам наскребла морковку морковка антифашистская она такая огромная это какой-то кошмар не знаю что случилось но такая два две паприки взяла красную оранжевую оранжевая всегда бывает сладкая ну хотя говорят что девочка бывает сладкая мальчик бывает не сладкий не знаю это вроде как мальчик это вроде как девочка или наоборот не знаю не выдаюсь сильно в подробности каштаны взяла знаете хочу каштаны либо пожарить либо сварить люблю каштаны давно не ела 100 лет не ела каштаны вот один баклажан тоже хочу запечь в духовке кабачок вот я вообще-то хотела еще взять брокколи и цветную капусту но брокколи не было вообще цветная капуста была странно перецветшим состоянии то есть вы знаете что за капуста пошла цветная я не понимаю она вся раскрылась то есть она такая рыхлая она непонятно какая с чем это связано нет когда вот раньше такие вот я сейчас овощи потрогала у меня руки такие уже стали грязные да реку да вот раньше понимаете капуста была такая плотников красиво а сейчас что на полках лежит я передать вам не могу два лимончика взяла ну моем состоянии тем более сейчас нужно лимон у меня вообще закончился три игрушки конференции три апельсина 1 грейпфрут вот и взяла ну так как я взяла вот этот вот сыр а к сыру очень захотелось прям виноград вот стояла у полки прям очень хотелось винограда вот виноград знаете такой что он мне говорит ну съешь меня сейчас пожалуйста такую кисточку вела не постеснялась виноград то очень много глюкозы понимаете много не хотела брать думаю так на один раз съесть это с сыром ну может быть на два раза не ну ну сейчас время 7 часов какой виноград я сейчас максимум что могу сделать это съесть вот греческий йогурт я его попробую скорее всего и все ну вот ну вот такие у меня закупочки на сегодня нет хватит рубля так больше нельзя надо пересмотреть свое отношение к закупкам